Почему же он так выстрелил? В чем же секрет его успеха? Я хочу, ребяночка! Трындец история. Успех, он, конечно, надолго не задержится. Он расплещется. Начни заниматься образованием. Ты очень смышленый. Он откроет свой продюсерский центр, он начнет креативить. Но вариантов скатиться на санях в *** у Дани Милохина огромное количество. Всем привет! С вами снова Ирина Чукреева, ваша звездная Астра Мамасита из Лос-Анджелеса. И у нас на канале сегодня интересный, сложный главный герой Даня Милохин. Звезда Ютьюба Человек Года по версии JQ. Главный герой моей любимой передачи «Что было дальше?». В общем, по их мотивам мне стало интересно посмотреть, ну что же это за звезда ТикТока, Инстаграма, его боль, где у него, где у него скрыты таланты и куда он может докатиться со своей жизнью. Мы посмотрим это в этом видео, поэтому не переключайтесь. Поехали! Я не конфету, чтобы быть всем по вкусу! Я орешек, который не всем по зубам! Итак, господин Даня Милохин родился 6 декабря 2001 года. Боже, 2001 года! Какая я старая, кошмар! Вот, в городе Оренбурге, кто не знает, Даня Милохин, тиктокер, в общем, популярный человек, записывает песни с Басковым, записывает ужасные песни без Баскова. В общем, популярный, интересный, взлетел в этом году вместе со своим тиктоком. Кстати, как вы относитесь к тиктоку? Моя вот публика смотрит тикток? У меня, я не смотрю ничего в тиктоке. Я смотрю только видео из тиктока в инстаграме, когда кто-то делает репосты. Расскажите мне, пожалуйста, вы в этой социальной сети уже разобрались, зарегистрировались? А может быть, у нас есть какие-то звезды, типа Дани Милохина тиктока? Пишите в комментариях, мне будет очень интересно. Итак, смотрим на натальную карту. Если вы не знали историю Дани, его, значит, мама со старшим братом, как знаете, отдала в детский дом. В этом детском доме когда-то жил и рос Юрий Шатунов. Значит, из этого детского дома Даню и брата усыновили опекуны. В общем, значит, хорошая семья, у которых были свои дети. Даня начал заниматься творчеством а-ля тиктоки записывать, Вконтакте какую-то рекламу давал. Давал, кстати, рекламу каких-то мошенников. Ну, в общем, короче. Такой вот, с одной стороны, среднестатистический товарищ. Почему же он так выстрелил? В чем же секрет его успеха? А, возможно, и в чем же его большие-большие проблемы? Смотря его гороскоп, мы видим сразу напряженную луну. Напряженная луна – это как раз состояние мамы. Мама была в каком-то нервозно-невротическом состоянии еще во время беременности, когда она была беременна, до ней уже до принятия очень странного решения накормить и отдать своих детей. Почему про накормить? У меня была на консультации семейная пара, которой не получалось завести детей. В общем, они старались-старались, у них не получалось-не получалось. Но по натальным картам все нормально. То есть, ну как, ну есть какие-то звоночки, что надо, знаете, посмотреть как бы семью. Что там в семье было? И, в общем, я дала им задание копать в семье. В общем, накопали. То ли у него, то ли у нее, я не помню, уже в какой-то, значит, истории, дедушка убил собственного сына по пьянке в деревне. Классная вообще семья, классный род, почему бы его не продолжить? А в другой истории была как раз вот эта вот история, похожая на Даню Милохина. Значит, мама после войны осталась ребенком. На войне умер отец этого ребенка. После войны пришел какой-то человек, мужчина, и сказал, либо я, либо ребенок. Она накормила жареной картошкой дочку свою и отдала ее в детдом. Вот почему я говорю, что Даню сначала накормили, а потом отдали в детдом. Ну, потому что эти ебаные мамашки, они, как бы, знаете, могут делать вот такие вещи. И, конечно, когда мы дальше начали разбираться, я их отправила работать, там, значит, с расстановками. В общем, глубокая должна быть работа с родом. Потому что еще раз, если у вас не получается продолжение вашего рода, то надо посмотреть, что вы там собираетесь продолжать. Потому что ваш ребенок, это не просто я хочу ребеночка. Ваш ребенок, это вот весь ваш апгрейд вашего рода и еще его рода. С кем вы там собрались рожать ребенка. Если не получается, то, как правило, один из родов, там, как бы, ну, такой себе род, возможно, который и не надо продолжать. Именно из-за этого секрет приемных детей. То есть, когда у пары не получается родить ребенка, она берет себе приемного ребенка, то есть, она решает проблему кого-то из своих, там, предков, которые отказались, убили, и, в общем, плохо относились к ребенку, и потом им посылается собственный ребенок. Это же очень частая практика. Эта практика не просто так существует. Эта практика существует именно потому, что твой род так изговнился, так обкосячился, что вот любовь к чужому ребенку, служение чужому ребенку позволит тебе, возможно, заиметь когда-то собственного. Поэтому, конечно, у состояния у Даниной мамы было «не балуйся», напряженные аспекты и внутренней агрессии, и неожиданности, спонтанности. Ну, конечно, знаете, была-была мама, потом оп, и не стало. Естественно, это огромная травма. Естественно, это проблема на всю жизнь. И я не знаю, насколько Даня вообще сообразительный, чтобы работать долгие года в терапии с психологом, либо с астрологами, но без этого, без этого, даже вот этот вот сиюминутный ежи, ежи, вот этот вот успех, он, конечно, надолго ни раз не задержится. Он расплещется, потому что это его эмоции, это страх потери, это страх того, что завтра может не наступить никогда, когда от тебя отказывается твоя мама. Это, конечно, трындец история. Очень тяжело этому мальчику придется. Дальше мы смотрим «Солнышко». Солнышко в соединении с Меркурием в стрельце. И первый совет для Дани, который очень хочется дать, при всем вообще моей абсолютной толерантности. Я не поклонница и не хейтерша. Мне в целом вообще не знала, кто это такой, и не знала бы дальше, если бы не его интересная для меня с точки зрения изучения история, его становление. Но я знаю, что он нигде не учился или учился где-то там, ну что-то там, но «Солнышко в стрельце», «Меркурий в стрельце», если этот человек не будет получать высшее образование где-то у нас в России, в престижном ВУЗе или за границей, Даня, тебе после 30 придет пиздец. Прямо от чистого сердца. У тебя сейчас есть деньги и популярность. Пиши в Стэнфорд, пи***и в Гарвард, куда-нибудь. Но начни заниматься образованием. Ты очень смышленый, очень умный. Солнышко в стрельце. Я могу поглотить всю информацию этого мира, переварить и сделать что-то свое. Да, Луна во Льве, конечно, хочет плясать танцы в ТикТоке. И пока тебе это позволено сделать с помощью вселенского благословения, потому что ты прошел очень сложный путь, да, в начале своего воплощения. Но без образования, особенно такого элитного, такого сложного, такого глубокого, Даня, ну, как бы, то би пи***и. Вот. И вам всем, кто в стрельце, у кого солнышко и Меркурий в стрельце, если вы не смотрите на иностранное образование, если вы не изучаете философские тома, просто не поглощаете информацию, все обо всем, то вам тоже пи***и, как Даню Милохину. Дальше поехали. Откуда популярность? Откуда этот успех? Давайте я проведу вам небольшую, маленькую такую лекцию, откуда у нас происходит энергия, да, то есть у нас энергия есть до 29 лет, она халявная. Вы можете вспомнить себя до 20, до 28 лет, как вы просто могли танцевать, зажигать на дискотеках, бухать, а потом просыпаться и абсолютно нормально себя чувствовать. Если вы уже пересекли рубеж 28, 29, 30 и туда, вы уже понимаете, что бокальчик вина, даже еще не того сорта, может выкосить вас на неделю, неделю без действий. Отчего? От того, что до 29 лет у нас вырабатывается халявная энергия от вселенной, халявная, то есть нам дают халяву, нам дают аванс в виде талантов, энергии, абсолютной выносливости. После 29 лет либо мы идем в прогрессию вниз и уже к 35 годам многие превращаются в унылых старикашек, которые последний раз улыбались только когда видели, как кому-то плохо, ну то есть абсолютно озлобленных, скукоженных, всех вот знаете, таких вот, вот таких подавленных всех, если вот туда мы идем, ну пожалуйста. Для чего вам нужна астрология, для чего вам нужен мой канал, бесплатный курс, курс обучения астрологии, для того, чтобы вы после 28 лет с этой энергии оставались и использовали его для роста. Это конкретно есть солнцезажигающее действие, вы начинаете делать, энергии становится больше, ваша ракета взлетает, а тут возможности, тут радость, тут смех, тут веселье, тут прекрасно все получается. Вот Даня, он очень юный и фишка, в чем действительно есть моя обеспокоенность, это по поводу того, что да, он яркий, у него еще повезло, у него солнышко в огне, луна в огне и знаете, такой вот огонек творческий, эпатажный, привлекает к себе внимание, позитивно или негативно, он с юмором, он с какими-то приколами, он живчик сейчас, пока он живой. Но к 28, к 29 годам, после вот этого всяких скачков энергии, денег, всего остального, если он раньше этого времени не вступит на правильные лыжи и не вступит правильно на свой путь, а именно образование, именно для него, Даня, прикинь, не все должны получать высшее образование, твои поклонники могут не получать высшее образование, а ты должен получить высшее образование, желательно где-нибудь в Стэнфорде или в Гарварде, ну то есть желательно какое-нибудь еще сложное, потому что ты недооцениваешь свои умственные способности, они не только в креативе, они не только в зарабатывании денег, это пока просто аванс для Дани. Как он этим распорядиться, ну я сказать не могу, если судьба его выведет на правильный путь, к правильным людям, он откроет свой продюсерский центр, он начнет креативить, он пойдет учиться, возможно даже переедет куда-то за границу, то есть и эмиграция для стрельца хорошо, то конечно все пойдет хорошо, но вариантов скатиться на санях у Дани Милохина огромное количество, во-первых это его луна напряженная, соответственно невротическое поведение, какая-то накопленная агрессия может ему просто портить все на свете, и плюс еще есть такой аспект, солнце в оппозиции с Сатурном, этот аспект, ну во-первых тяжелой жизни, тяжелой судьбы, тяжелых отношений с родителем, с миром, а еще этот аспект, который проверяет человека чаще остальных на прочность, правильно ты идешь, достоин ли ты своего места, и сам Даня будет задавать себе вопросы, и вселенная и судьба будет тоже с него спрашивать больше, чем с остальных, а соответственно шаг лево, шаг вправо, без терапии, без астрологии, ну там труба дела, и все летит в какой-нибудь деструктивный сценарий, поэтому мы и я, я думаю и вы, все этому молодому, юному, классному мальчику желаем только творческих успехов, новых подписчиков, новых контрактов, больших денег, которых чтобы он вложил, ни куда-то, ни в наркоту, ни в тусовке, ни в девочек, которых у него будет еще огромное количество, а именно в свое будущее, в образование, в благотворительность, в создание какой-то философии, прокачку собственного интеллекта, что делать вам, как, если вы хотите не попасть тоже в ловушки от вселенной, смотрите бесплатный курс, зажигайте ваше солнышко, и я вас жду на самом лучшем курсе обучения астрологии, большой курс астрологии Ирины Чукреевой, астрологический Диснейленд, вы себе даже не представляете, тикток отдыхает, напишите мне, как вы относитесь к тиктоку, кого вы смотрите, не смотрите вы или нет, стоит ли мне заходить туда, пока я совершенно, скажу честно, не готова, потому что ютуб моя любовь, инстаграм мое бремя, а тикток это как будто, знаете, у меня уже два мужа, а еще третьего, это же меня, это же меня просто не хватит, вот, как вы относитесь к тиктоку, пишите, я очень надеюсь, что он не загнется, как клабхаус, как загнулся, вот, поэтому пишите ваше мнение, ставьте лайки, делитесь этим видео, я рада вас видеть на своем канале, целую крепко, желаю вам действовать, действовать, стоять твердо на ногах, не обижаться на родителей, а стоять на ногах и идти вперед, несмотря ни на что, проходя все препятствия вселенной, всем пока-пока!